На ваших экранах программа День Города в студии Марина Комиссарова. В ближайшие 15 минут мои коллеги расскажут о событиях, которые происходят в жизни города. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Банана Сплит, Прилет и Вальс – сомнения. Кубок России по воздухоплаванию можно считать состоявшимся. Под контролем. Губернатор Олег Ковалев ознакомился с ходом выполнения работ по ремонту дорог. Проверено было 4 участка. По одному на улицах Есенина и Шабулина и еще два на улице Вирюзова. Средства на ремонт и строительство этих участков дорог выделялись как из городского и областного, так и из федерального бюджетов. Подробности узнаете из следующего сюжета. Осмотр хода дорожных работ начался с путепровода через железную дорогу на улице Есенина. Ремонт моста обошелся областному и городскому бюджетам в 95 миллионов рублей. Подрядчик заверяет, что к 1 сентября движение транспорта будет восстановлено. Ну а полностью работы завершатся к концу ноября. В этом году, конечно, беспрецедентная сумма свыше 700 миллионов рублей. Из всех источников это и федеральные, и региональные деньги, и деньги городского бюджета. Эта сумма в два раза с лишним превышает прошлогоднюю сумму. Далее губернатор осмотрел план строительства четырехполосной автодороги от проезда Шабулина до Северной Окружной. Протяженность нового участка составит более полутора километров. Олег Ковалев назвал проект перспективным. Дорога позволит разгрузить микрорайон Конищева. На развязку большую у нас, конечно, силы не платят и денег. Это будет стоить очень дорого. Поэтому мы сделаем там кольцевое движение, установим светофоры. Проектировщики сейчас разработают алгоритмы этого всего. И в следующем году мы приступим к строительству этого участка дороги. Ориентировочная стоимость выполнения работ составит 90 миллионов рублей. Также Олег Ковалев осмотрел участок дороги от Северной Окружной до улицы Бирюзова. Ремонт здесь уже завершен. Глава региона отметил работу городских властей. Они очень жестко ведут претензионную работу. И те подрядчики, которые в прошлые годы выполнили, допустим, дороги с более низким качеством, которые не выдерживают нормативно высокую эксплуатацию, они их заставляют переделывать за свой счет. И это тоже правильный подход. Потому что я надеюсь, что в дальнейшем таких дорог не будет. Потому что и подрядчики поймут, что лучше сделать качественно и не обращаться, чем скалкорить и потом обращаться к этой работе и за свои деньги переделывать. По мнению губернатора, сейчас необходимо обратить особое внимание на усиление безопасности Северного обхода. Для этого у города есть все необходимое. Первое, что это разметка, это качество самого дорожного покрытия. Второе, это тросовые ограждения, которые будут рассекать потоки. И даже если там у кого-то будет вынос, он будет попадать в тросовые ограждения, не будет тяжелых ВТП. Мы поставим здесь камеры, которые будут работать на среднюю скорость. Не только на скорость на этом участке, на превышение скорости, но на среднюю скорость на всем протяжении Северного обхода. Я дал поручение, чтобы усилили там, где есть пешеходные переходы, усилили визуальное определение, в том числе и световую сигнализацию. Ну а завершился осмотр на улицу Бирюзова, на которой был проведен капитальный ремонт дорожного полотна, а также выполнено переустройство теплотрассы и других инженерных коммуникаций. По словам губернатора, на этом участке дороги автомобилисты регулярно сталкиваются с проблемой пробок, и проделанная работа позволит забыть о заторах. Новый порядок применения контрольно-кассовой техники призван легализовать оборот торговли и услуг, упростить жизнь предпринимателей и поднять на качественно новый уровень защиту покупателей. Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции в Управлении Федеральной налоговой службы. Новый порядок предусматривает применение контрольно-кассовой техники с возможностью передачи информации в режиме онлайн на каждом расчете на сервер Федеральной налоговой службы. Такая технология позволяет контролировать исчисления и своевременность уплаты налогов и сборов, автоматически выявлять нарушения, что делает незаконные манипуляции с выручкой бессмысленными. Старый порядок применения контрольно-кассовой техники давал возможность недобросовестно налогоплательщикам проводить корректировку показателей, в первую очередь выручки в сторону ее уменьшения, соответственно, бюджет терял достаточно серьезные денежные средства. Онлайн-кассы станут обязательными уже с 1 февраля 2017 года для налогоплательщиков. До этого времени на новый порядок расчетов с применением новой контрольно-кассовой техники можно перейти добровольно. Покупать новую технику не обязательно. Ряд моделей старых касс можно модернизировать, установив новые программные обеспечения и фискальный накопитель. Зарегистрировать такую кассу можно онлайн без личного визита в налоговые органы. 20 пилотов из Москвы, Воронежской, Московской, Нижегородской, Псковской, Рязанской, Тульской областей и Пермского края до 19 августа будут выяснять, кто сильнейший. Кубок России по воздухоплавательному спорту на тепловых аэростатах – второе по значимости соревнование единого календарного плана Министерства спорта России. Лишь национальный чемпионат опережает его по рейтинговой значимости для спортсменов. В Рязани выполнили минимум, установленный для спортивных соревнований по воздухоплавательному спорту Международной авиационной федерации. Три задания в двух отдельных полетах считаются достаточными для того, чтобы признать соревнования на тепловых аэростатах любого уровня состоявшимися. Пилоты тепловых аэростатов сделали 9 заданий в двух отдельных полетах. В спортивной программе осталось 5 спортивных полетов и один резервный. Однако уже сейчас можно сказать, что соревнования состоялись. Напомним, в Рязани соревнования проводятся и с логерами, и с измерительными командами, и со спортивными наблюдателями. Кроме того, для пилотов придумали два новых задания. Наименьшее время и наибольшее время. Пилоты будут стремиться пролететь специально обозначенную спортивным директором зачетную зону за наименьшее или за наибольшее время. Это для всех будет как бы, ну, та приятная неожиданность, которую они за ночь придумают под утренний полет. Или в течение дня под вечерний полет. Об этом никто не знает. Знает только его величественный ветер, и они под ветер будут планировать, чтобы пилоты после полета пришли в бурный восторг и сказали, ну, такого полета в моей жизни не было. В Рязань за рейтингом приехали сильнейшие спортсмены России, в том числе лидер текущего национального рейтинга пилотов тепловых аэростатов Сергей Латыпов. Рекордсмен мира по продолжительности полета на тепловом аэростате Иван Миняйло и трехкратный чемпион России Сергей Виноградов. Соревнования продлятся до 19 августа. Именно в этот день будет объявлен обладатель очередного 11-го Кубка России по воздухоплавательному спорту и победитель региональных соревнований за Кубок Рязанской области. В регионе ведется активная работа по капитальному ремонту многоквартирных домов. В то же время собственники жилья обеспокоены вопросом, как и в каком порядке будет компенсироваться плата за капремонт отдельным категориям граждан. В управлении соцзащиты уже полтора месяца ведется прием граждан, оформляющих компенсацию. Сегодня много вопросов вызывают нововведения, согласно которым некоторым категориям граждан предоставляются компенсации по оплате за капитальный ремонт. Выделяют следующие группы населения. Это участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, реабилитированные лица, пострадавшие от политических репрессий. Все эти граждане имеют право на компенсацию в размере 50% от уплаты взносов за капремонт. С 1 января этого года добавились еще несколько категорий. Это инвалиды первой и второй группы, а также семьи, воспитывающие детей инвалидов. И неработающие пенсионеры старше 70 и 80 лет. Если это неработающий пенсионер, собственник жилого помещения, от 70 до 80 лет это 50% компенсации. И от 80 лет и старше это полная компенсация, 100% компенсация по уплату взносов за капитальный ремонт. Специалисты подчеркивают, платить за капитальный ремонт необходимо. А чтобы получить льготу в полном или половинчатом размере, нужно единожды обратиться в органы социальной защиты, которые есть во всех районах города, либо в МФЦ. Конечно, он должен оплачивать этот капремонт. Услуга носит заявительный характер, потому что эта услуга уникальна по своей природе. Потому что мы не можем просто вычислить в Рязанской области людей, которые являются собственниками неработающими, которые должны автоматически получать компенсацию за капремонт. Поэтому люди должны обратиться, показать эти документы, они должны их предоставить. Есть одно ограничение, это не должно быть долгов по коммунальным платежам. Если у гражданина в собственности несколько жилых помещений, то льготы будут действовать только на одной из них по выбору плательщика. Не стоит забывать в том, что субсидии рассчитывают согласно региональному стандарту. Для одиноко проживающего человека это 46 квадратных метров общей площади жилья. На одного члена семьи из двух человек 25 метров, из трех 18. Все, что свыше, субсидированию не подлежит. Вернутся деньги только за период действия закона. Платежи за 2015 и предыдущие года компенсироваться не будут. Выплаты будут осуществляться не реже одного раза в квартал, при полном отсутствии задолженности за капитальный ремонт. Близится открытие театрального сезона и театр на Соборной вовсю готовится к осени. Что ожидает зрителей, узнавала Ирина Ковалева. Несмотря на то, что до официального открытия сезона в театре на Соборной еще больше месяца, каникулы театральной труппы уже подошли к концу. 16 августа состоялся общий сбор коллектива, на котором обсудили планы на предстоящий 79-й театральный сезон. Художественный руководитель ТЮЗа Марина Есенина поделилась этими планами с нашей съемочной группой. Как оказалось, впереди у театра и его зрителей множество интересных событий. Гастроли, новые театральные проекты и, конечно же, премьеры. Откроется сезон спектаклем «Княжна Мэри», ну а дальше нас ждут новые постановки. «Звездный мальчик» Пауз Куруальду и номер 13 Рэй Куни. Эта комедия известная, широко прошедшая по всем театральным площадкам России. Сейчас идет чуть-чуть на спад, но нам эта, как говорится, комедия очень сильно нужна, потому что в преддверии предстоящей реконструкции нужен спектакль, который мы можем вывозить. Комедия, скажем так, кассовая комедия. Нам нужно будет ей зарабатывать. Поэтому мы выпускаем как бы такой несвойственный немножечко для ТЮЗа спектакль номер 13 Рэй Куни. Уже после Нового года зрители увидят спектакль по пьесе Светланы Баженовой «Эмиль. Большая голова». Эта постановка обязана своим появлением творческим мастерским, которые, кстати, в этом году пройдут в новом формате. Это будет формат читки. Но это не значит, что мы просто будем сидеть читать пьесы. Естественно, будут и эскизы спектаклей. То есть мы пригласим в марте месяц всех наших постоянных зрителей и посетителей этих мастерских. В данном случае на проект «Читка. Последняя проверка». Кроме того, нас ждут обменные гастроли «Видогонь театра из Москвы». Ну а весной трупы театра на Соборной отправятся со спектаклем «Царевна лягушка» на Кипр. Именно эту сказку попросили привезти сами киприоты. Нам же остается порадоваться за артистов и внимательнее следить за афишей, дабы ничего не пропустить. В библиотеке имени Горького открылась выставка иллюстраций Татьяны Кноссен-Полищук. С автором работ, художницей, приехавшей из Голландии, пообщалась наша съемочная группа. Татьяна Кноссен-Полищук, по ее собственным словам, рисовала всегда и продолжает рисовать сейчас. Она отмечает, это нужно в первую очередь ей самой. Ведь все эти рыбы, птицы, кошки – удивительные женские образы. По сути, ее собственные мысли, требующие выхода именно в таком графическом виде. То, что за день проживается, вечером хочется просто это нарисовать. Вот и все. Татьяна начинала учиться в Самарканде, продолжила в Рязанском художественном училище. А сегодня живет и творит в Голландии. Рисует для себя, иллюстрирует книги и обучает искусству рисования детей. Каждый раз приезжая к родственникам в Рязань, она старается поделиться с жителями города своим творчеством. Не стал исключением и этот год. В галерее библиотеки имени Горького выставлено несколько десятков ее работ. Как всегда, необычных и фантазийных. Они действительно очень душевные. Они вот на грани какой-то мистики и реализма. Действительно, это ее впечатление, ее вот такая жизнь, может, иногда странная. Но у нас встречаются же, да, вот в нашей тоже жизни какие-то такие вещи, нам не очень понятные. И вот человек творческий, Татьяна, это все изображает на бумаге. Все свои переживания, все свои чувства. Татьяна просит не искать в ее работах глубокого смысла или философского подтекста. Это ее мысли, ее чувства, выраженные в образах, которые художник надеется, будут интересны зрителям. И не важно, что каждый из них увидит в отдельно взятой картине. Главное, чтобы он нашел в ней что-то свое, что-то близкое или же просто получил эстетическое удовольствие. Тут есть доля тоже какого-то позитива, может быть, юмора. Просто, чтобы люди оставались в хорошем настроении. В любом случае, череда этих образов, иногда черно-белых, иногда красочных, порой дополненных высказываниями автора или писателей, с которыми она работает, не оставит равнодушными ни одного посетителя. Возможно, кто-то найдет в этих иллюстрациях отражение своих мыслей, а для кого-то они откроют что-то новое. Напомним, выставка «Рыбы, птицы, кошки и другие» работает в галерее на втором этаже библиотеки имени Горького. Славен город Скопин своими гончарами уже не одно столетие. А своим гончарным фестивалем известен не первый год. Сегодня здесь открылась программа шестого международного фестиваля гончарского промысла, куда собрались лучшие гончары страны и не только. За три дня мероприятий здесь побывают в общей сложности 300 мастеров. Место проведения фестиваля выбрано не случайно. Скопинский район богат светлыми глинами, которые используются для гончарного дела, начиная с 12 века. А скопинская декоративная керамика известна своими сложными формами, поэтому ее образцы можно найти во многих музеях страны. Надо сказать, что у фестиваля действительно богатейшая история. Скопин – это столица гончарства нашей страны, международная столица. И это подтверждается тем, что более 300 лучших мастеров из России, Дании, Латвии, Белоруссии, Молдовы, ближнего, дальнего зарубежья, со всей нашей страны, а сегодня это уже 35 регионов, примут участие в фестивале. Основными фестивальными днями станут 18, 19 и 20 августа. В эти даты зрители смогут увидеть соревнования между лучшими гончарами, посетить со специальными экскурсиями Центра народных промыслов, ярмарочные ряды, посвященные керамике. Но самым главным и интересным событием фестиваля станет квест-игра «Стань гончаром за один день». За 4 часа посетители фестиваля смогут увидеть становление гончарного дела от самого первого скопинского мастера до современных авторских арт-объектов. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего завершения дня и прощаюсь с вами. До следующих выпусков. Субтитры создавал DimaTorzok